здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачком это видео будет полезно даже тем кто не может терпеть овсянку почему просмотрите это видео до конца вложите в свое здоровье несколько минут и вы поймете что эта информация вам очень важно ну а тем кто любит овсянку она гипер важно важно вдвойне потому что в этом видео вы узнаете как выбрать овсянку правильно чтобы не отравиться ну например стиральным порошком или как остановить свой выбор на правильные овсянки чтобы не повысить вероятность рака желудка рака поджелудочной железы рака печени при некоторых заболеваниях чаще связанных женским полом и рака толстого кишечника эти насколько определяет ваш выбор вы получите реально вкусную полезную для здоровья кашу вы будете рисковать своим здоровьем своей жизни поэтому смотрите это видео дальше итак как можно купить овсяную крупу овсяная крупа может быть чаще всего в трех видов это овсяная крупа на развес овсяная крупа в полиэтиленовых пакетах заводского производства то есть запакованные на производстве либо овсяная крупа может быть в картонных коробках чем отличаются эти все виды крупы вернее что их начале расскажу объединяет объединяет их одно свойство прежде чем попасть к вам на глаза овсяную крупу производитель удалил плотную кожицу также термически обработал фактически он сварил овсяную крупу далее высушил и дал возможность вам ее купить поэтому меня было несколько пациентов которые считали что они занимаются сыроедением ели овсяную крупу в сыром виде я ничего не имел против потому что термическая обработка уже состоялась важно чтобы они делали правильный выбор крупы и не рисковали своим здоровьем и своей жизнью об этом будет чуть дальше ну а для всех остальных понятно минимальная термическая обработка может быть но тут есть свои нюансы в следующем видео я об этом обязательно расскажу как приготовить овсянку правильно чтобы вновь не нарушить процесс не нарушит свое здоровье ну а ваш выбор определяет несколько событий вот первое событие когда производитель приготовил для вас уже фактически овсяную крупу он запустил процесс окисления жиров которые есть в овсянке и чем дольше хранится овсяная крупа тем выше риск онкологических заболеваний рака желудка поджелудочной железы печени а при наличии дискинезии желудочного пузыря и рака толстого кишечника и нужно вам учитывать и другие факторы риска которые опубликовал в одной из более 50 книги брошюр рак профилактика ранняя диагностика их тоже нужно учитывать вы складываете в столбик различные канцерогенные факторы и в конце концов будет онкология или нет зависит от ситуации это один момент время хранения крупы не нужно брать просоченную крупу даже если она запакована в полиэтиленовой упаковке все же процесс окисления жиров был запущен при производстве крупы особенно я бы не советовал вам шарить с крупой которая хранилась в открытом виде в этом случае кислород воздуха ускоряет процесс окисления жиров и такая крупа может стать канцерогенной еще раньше ну как уменьшить эту опасность я расскажу в видео когда буду рассказывать как же приготовить правильно овсяную кашу чтобы онкологический риск был минимальным ну а здесь понятно ваш выбор если вы не хотите заболеть раком либо у вас знаете что в роду есть родственники кровные родственники у которых есть или был рак желудка рак поджелудочной железы и печени либо толстого кишечника вы понимаете что ваш выбор не крупа на развес а все-таки крупа либо в картонной таре либо в полиэтилене я бы вам советовал все-таки выбрать полиэтилен картон дышит и пропускает кислород иными словами окисление это будет продолжаться примерно так же как и крупе которое хранится в открытой таре и этот фактор нужно учитывать также нужно учитывать еще один фактор а именно овсяная крупа очень гигроскопично иными словами если вы покупаете овсянку посмотрите вокруг а нет ли рядом хозяйственного дела ему хранится различные химические вещества нежелательные к внутреннему потреблению я имею ввиду стиральные порошки и мыло любая косметика парфюмерия все эти вещества могут аккумулироваться в овсянке и вы можете сварить кашу таким оригинальным вкусом не знаю насколько вам это понравится но иммунную систему вы испытаете это точно и ваша печень и почки будут мягко выражаясь с дополнительной нагрузкой очищать вашу кровь я знаю что это такое книга секреты здоровья ли что делать если у вас есть печень и почки давно уже мной опубликованы перед этим была книга что делать если у вас есть печень поэтому выбор крупы опять вы делаете осознанно вы смотрите в окружающую среду и оцениваете если источники загрязни загрязнения которые могли обогатить крупу своим химическим составом либо нет ну на улицах на открытых местах я бы не советовал также и покупать овсянку выхлопные газы автомобили никто не отменял они в воздухе могут быть и овсянка может их прекрасно аккумулировать а потом вы завариваете с ними кашу и получаете этот результат который получаете хроническое отравление различными химическими веществами с перегрузкой работы печени почек и других органов вашем организме а потом будете спрашивать откуда у меня жировой гепатоз если я не употребляю таблетки если я не пью алкогольные напитки если у меня здоровое питание так вот овсянка один из вариантов как ваше здоровое питание сделать не очень здоровым и теперь вы понимаете как же все таки выбрать правильно крупу чтобы ваше здоровье сохранить ну а как приготовить крупу это будет следующее видео на кулинарном канале доктора скачко в котором я расскажу вот как правильно приготовить овсянку чтобы не отравиться теми же химическими веществами либо не вызвать отравление ну например холерой или дизентерией или еще какой-нибудь инфекцией который легко может находиться и попасть с овсянкой ваш организм на если вы приготовите правильно по методу доктора скачком этот рис будет для вас также минимален вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычной подписчикам и канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео я думаю что лайк уже поставить можно если вы выбирали овсянку правильно напишите в комментариях я всегда беру овсянку только такую либо я никогда не беру крупу на развес я понимаю риск иными словами любые ваши эмоции в комментариях под этим видео будут приветствоваться и те кто будут смотреть видео это после вас они получат еще больше информации для своего здоровья активного долголетия до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачком instagram